И, в общем-то, я очень рад, что столько людей пришло сегодня, и это говорит о вашем телесе к нашему мероприятию. Я хотел бы два слова сказать, да, Алексей Ильич? Проблема питания, проблема лечения Китая очень важна для нас. Почему? Потому что мы граничим с Китаем. И для нас очень важно ознакомление казахстанской общественности с основным направлением внутренней внешней политики Китая. Для нас очень важно разъяснение практической пользы осуществления инициативы «Один пояс и один путь» в первую очередь для повышения социально-экономического положения наших граждан. И, конечно же, мы хотели бы разрабатывать конкретные привержения и рекомендации для того, чтобы казахстанско-китайское сотрудничество развивалось успешно. Я хотел бы вам сказать, что мы в этом направлении проводим определенную работу. Я просто покажу вам несколько работ, которые мы издали только в 2018 году. Вот книжка «Один пояс и один путь. Состояние перспективы». Это мы провели круглый стол, конференцию и издали материалы. Это посвящено по 5-летию провозглашения инициативы председателя Си Цзиньпина. И помните, в прошлом году был саммит ШОС в Китае. И мы провели накануне конференцию «Шанхайское региональное сотрудничество после рождения». И наш мэтр Константин Львович Сыроежкин написал книгу, мы ее с удовольствием издали. Она называется «Китай. После 19-ти силы компартий. Китай. Новые балансы». И уже в этом году мы готовимся провести ряд мероприятий и взять книги. И поэтому я в первую очередь благодарен членам экспертного клуба, которые активно работают в этом направлении. Почему? Потому что сейчас очень беспокойные ветры на планете. Мы думали, что в Сирии все закончится. Сейчас идет сильное ветро на Кенесуэлы. И почему-то сильное ветро именно там, где есть нефть. И поэтому я вспоминаю Махат Магази, который говорил, «Я хочу, чтобы ветры всех стран свободно отбывали в мой дом, но я не хотел бы, чтобы они сбивали меня с ног». Это индийская философия. А вот китайская философия звучит по-другому. Когда дуют сильные ветры, глупые строят заграждение, которое ветер все равно снесет, а мудрые строят ветряные мельницы. И я хотел бы еще аналогию провести. Сейчас, вы знаете, ухудшаются евроатлантические связи. И вот господин Лернер как-то сказал, «Европа разрывается между нуждой в Америке и отвращением к ней». Ну, это так же информация и разрешение. Я думаю, что вот в сегодняшнем мероприятии оно направлено на то, чтобы мы создавали какое-то ядро специалистов по Китаю. И я очень рад, что сегодня присутствуют у нас представители нескольких поколений. Вот Базан Татья Клара Шеслутановна Хатизова, на Богом Базан Зумастей. Вот Татья Сынгер Коппе Брахметь. Мы молимся за ваше здоровье, и чтобы вы как можно дольше и больше писали и творили на благо нашей науки. Сегодня у нас консульевое с должен подойти, но не знаю, сможет он подойти или нет. У нас есть представители среднего поколения. Это вот господин Лернер Калиева, ажар декан, заведующий кафедр Китаю Ведня. Уже зависит от декана, но как вы быстро растете. Один Серикулы Каукенов и Татьяна Владимировна Каукенова. Это наше среднее поколение. Я думаю, что это свое поколение у нас есть. Задача теперь состоит в том, чтобы уже Татьяна Владимировна, Агель Сейнгулы, воспитывали следующую генерацию китаеведов. И я очень рад, что сегодня у нас есть студент, например, нашего университета. Одна из девушек пишет диссертацию магистров по мягкой силы Китая в Центральной Азии. Понимаете, мягкая сила в Китае. Я не знаю, что она напишет, плюсы или минусы, но тем не менее, это ее свободный поиск, она у нас будет работать. У нас есть специалисты по... Вот у нас Елена Николаевна пишет магистровскую диссертацию по один поиск, один путь влияния на Центральную Азию. Это уже студент, это следующее поколение. И я очень бы хотел, чтобы наших специалистов приглашали в Китай не для того, чтобы они рассказывали про Казахстан, но в лучшем случае про ситуацию в Центральной Азии, а чтобы их приглашали для дискуссий, споров по внутренней политике Китая, о том, какие социально-экономические проблемы переживает Китай. И я думаю, что вот эта задача, она, конечно, трудна, но я думаю, что мы доживем до того дня, когда наши ученые наравне с китайским будут обсуждать не проблему, когда основная проблема с Китаем. Вот когда это будет, я скажу, что и старшее поколение, и среднее поколение, они поработали хорошо в этом направлении. Итак, уважаемые друзья, я хотел бы предоставить слово, для вступительного слова, инициатору нашего мероприятия, члену управления экспертного клуба, директору Центра китайских исследований, господину Коутиеву Агилу Севикову. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие эксперты, большое спасибо, что пришли на сегодняшнее мероприятие, поучаствовать в его работе. Я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить, кстати говоря, не присваивать себе полностью лавры инициатора, поблагодарить Институт по освещению войны и мира, и также КАБАР, Центрально-Азиатское бюро аналитических материалов, собственно говоря, с которых и началось вообще данное мероприятие. Буквально, здесь вот как раз представители, Эрмек Байсалов и Жамиля, большое вам спасибо, что вы смогли приехать к нам из Биштека, добро пожаловать, и надеюсь, что вы найдете полезным, интересным сегодняшнее наше мероприятие. Я хотел бы даже небольшую предысторию сказать, что вот буквально там, по-моему, недели три назад, как раз-таки вот мы с Эрмеком договорились, я писал материал, статью о состоянии китаеведения в Казахстане, и вот, собственно говоря, это и стало вот той отправной точкой, которая привела к тому, что с сегодняшнего мероприятия. Но с другой стороны, о том, что необходимо обсуждать китаеведение, мысль об этом, она не только бродила, но и мы обсуждали это очень-очень много раз, особенно вот в наших курагах, я помню, вот с Антоном мы не так давно, да, в конце прошлого года это говорили, недавно встречался я, вот многие знают, Руслана Екимова, тоже достаточно известного китаеведа, мы с ним тоже много обсуждали об этом. Дело в том, что, на мой взгляд, это сама логика развития изучения Китая в Казахстане, она уже дала многие плоды, но вместе с тем еще мы очень много, я знаю, очень много проходит конференций, круглых столов, форумов, семинаров о Китае, и мы там очень много, разные смежные специалисты встречаются, но на самом деле я на своей памяти, вот, очень мало, ну вот лично я сам практически не участвовал ни в одном мероприятии, где было бы посвящено именно конкретно китаеведению, но, возможно, до этого, да, то есть, может быть, я что-то пропустил, или что-то было, сейчас докладчики и расскажут, тем не менее, да, вот дефицит этого, того, чтобы понять, на каком пути идет Китайская китаеведение, вообще, вопрос о том, есть ли оно, вот, очень жаль, да, вот, сейчас вот Константин Львович, что-то по всему не сможет принять участие, на самом деле, когда я его приглашал, мы с ним как раз обсуждали этот момент, и он был очень критично настроен, да, вот, есть ли жизнь на Марсе или нет, да, то есть, он был больше, склонялся к тому, что скорее нет, но, с другой стороны, есть разные на это все точки зрения, и сегодня у нас, действительно, как правильно абсолютно сказал Булат Классипаевич, мы как раз постарались собрать, чтобы были представлены разные поколения, я вот даже еще отмечу, вот представитель еще больше, еще более нового поколения, выпускник Суданского университета, эксперт Института мировой экономики и политики в фонде первого президента Антона Бугаенко, уже отметился рядом достаточно интересных материалов, и, соответственно, мы видим, что есть, что есть и поколение, есть очень много и студентов, которых интересуются, вот сегодня их в аудитории, я вижу и своих, и студентов, и других преподавателей, которые живо интересуются, которые, несмотря на свое, ну, все знают, да, студенты всегда больше всех заняты, тем не менее, сумели прийти, и это внушает большой оптимизм по тому, какие у нас есть перспективы. И, не затягивая, соответственно, не затягивая свое приветственное слово, я бы хотел передать уже слово для, если позволите, для доклада, и первый доклад я хотел бы предоставить для нашего уважаемого профессора Клары Шенстанны Хафизовой, одной из самых известных китаеведов Казахстана, это вот наш большой для нас всех пример, учитель, да, и, так сказать, я очень, Клара Шенстанна обладает не просто огромным и практическим, и теоретическим, но и большим, богатым жизненным опытом. Клара Шенстанна, хотел бы вам передать слово. Спасибо. Очень жаль, что не присутствует здесь Константин Вольевич, но он присутствует уже в своих книгах, и, я думаю, в книге, наверное, он многое сказал. И надо уметь его читать не только его строки, но и между строками. Очень рада, что вы меня вспоминаете, приглашаете, потому что китаеведение у нас прошло очень интересный, сложный путь, тесно связанный с интересами нашей страны и жизни нашей страны. Но любое направление науки через какой-то определенный промежуток времени требует подведения итогов, осмыслений и так далее. Сейчас во всех республиках Центральной Азии китаеведению уделяется большое внимание. Например, в Ташкенте в ноябре будет тоже проведен форум китаеведения в Узбекистане, проблемы и перспективы, и так далее. Я в таких конференциях еще участвовала в советское время, тогда материалы все были для служебного пользования, под номером нам их выдавали и так далее. Потому что стратегия развития китаеведения очень, как говорят китайцы, чувствительная проблема, чувствительная область науки. Это объясняется и глобальной ролью одной из ведущих держав мира Китая с самым многочисленным населением и быстро развивающейся экономикой. И эта страна имеет с нами границу в 1783 почти километров. Во всем мире такая протяженность нечасто встречается. А в ее пограничных районах живут родственные нам этносы. Народы, проживающие на территории Казахстана и государства, имели между собой контакты с древности. Мощные и длительные миграционные потоки с востока на запад, начинающие с пятого века до нашей эры, оказывали влияние на все процессы в нашем регионе. И это интересно, потому что эти миграционные потоки шли с долины Хуанхуэра. Китаеведение является поэтому комплексной наукой, как в любое направлении. Охматывает географию, историю, экономику и культуру. Я беру всего 4 индекса цивилизационности. В силу специфики китаеведения в Казахстане есть еще второй вектор комплексности этого направления востоковедения. Оно включает в себя казаховедение, уйгуроведение, дунгановедение, маньчжуроведение, монголоведение, тоже джунгароведение. А вот сейчас, сегодня, в силу изменения геополитической карты региона, наше китаеведение должно более внимательно и глубоко изучать уже собственный Китай, как сказал Павел Калутаевич, его региональные двусторонние международные отношения, а также внешнюю политику. В связи с изменениями в стране произошли и изменения востоковедения, и в том числе, естественно, китаеведения. Первое изменение какое? Прошу обратить внимание, и это очень серьезный вопрос, который и я испытала на своей шкуре. Китаевед все на своей шкуре испытал. Две школы, одна советская, вот которую я представляю, бывшая советская, да, и одна уже, одна школа китайская, китаеведение. Это наши, бездумбау, ларусь, одну по-русски это уралманы, да. А национальная школа китаеведения наша находится на стадии формирования, и думаю, что у нее есть очень хорошие заделы и перспективы. Надо сказать, исходя вот из своего опыта, я вижу, что китайедение созревает очень поздно, где-то к 50 годам жизни. Представляете? Но в связи с... Так что... Но в связи с разными этими новыми технологическими достижениями, цифровизацией и так далее, и тому подобное, то, может быть, к 40 годам созревает уже настоящий китаевед. И я могу очень много примеров привести этого из жизни многих китаеведов. Ну, что главное помогает у нас созреванию китаеведов? Очень хорошая, вообще-то, внутренняя и внешняя обстановка, открытость всего и доброжелательность как китайской стороны и поощрение со стороны нашего правительства, пока только, ну, в основном, морально. Во второй половине 80-х годов 20-го века появились первые востоковедные центры в Казахстане. До этого не было востоковедных центров. Понимаете? И востоковедных... И ни учебных, ни научно-исследовательских китаеведческих. Нас готовили, например, в нескольких городах. Это Москва, Ленинград, Санкт-Петербург, Новосибирск, очень мало, и Дальний Восток. В Киеве тоже была неплохая школа китаеведов. И вот выпускники всех этих вузов, они работали в Казахстане и внесли свой вклад. Это отдельная тема изучили. Теперь, история этих центров, которые потом уже у нас появились в СССР, такова, что их созданию, их функционирование, на их функционирование влияли, прежде всего, политические вопросы, а не научно-исследовательские, к сожалению. Ну вот, например, скажу, всегда служили, конкретно вам даже скажу, политические события в северо-западных районах Китая, в частности, в Восточном Куркистане. Вот так вот регионально делили китайедедеды. Это уже все. Еще одно благоприятное обстоятельство. Китайский язык очень популярен и распространен во всем мире. Может быть, в Казахстане он начинает занимать второе место среди иностранных языков. В своем выступлении 1 декабря 2018 года на юбилее Назарбаев университета президент отметил, вы, наверное, все слышали, что сейчас самыми распространенными языками являются английский и испанский. Ну, это в США тоже. Но для нас очень важен китайский язык. И говорит, приоритет с Китаем мы имеем огромный объем торговли наравне с Россией. То есть, ну, сами видите, в каком направлении может быть, будет поощрение кигородин. Несмотря на то, что китайский язык везде преподается и до какой-то времени преподавался даже в школах, он сейчас стал просто одним из иностранных языков. В этом отличие китай-ведем прошлых лет с сегодняшним он. Просто иностранный язык. И все. Как вы учили немецкий, английский, французский и европейский языки. Но, тем не менее, стоит вопрос о методических и учебных пособиях. Очень остро стоит вопрос. Я как-то нашим уралманам сказала, что вызывать следует, но хотя бы сделали хорошие учебники. Потому что в Китае есть много учебников для национальных меньшинств. И учебники у них достаточно хорошие. потом у них есть очень просто прекрасные учебники для англоязычных студентов. Просто прекрасные. И можно просто принять с кем-то скооперироваться или перевести. Из китайских текстов учебников можно кое-что убрать. Оставить только больше культурных исторических моментов и так далее. У нас открывались школы с китайским языком и они быстро закрылись. Почему? Из-за того, что не было пособий, поскольку сейчас рыночная экономика, очень шустрые люди стали закупать учебники в Китае допустим за 300 ионей, а здесь продавали три дорого. А в школах, вы знаете, у нас раздают учебники. После окончания какого-то класса они должны сдать и так далее. В общем, открылся такой бизнес и еще оказалось, что не все школы имели лицензии на преподавание китайских. И вот в самом начале загубили это дело. Еще одно хорошее обстоятельство это функционирующие у нас в Казахстане институты Конфуция. Раньше таких не было. В одной Алмате их два института. Ну, первая кафедра китайской филологии была открыта в Казну, прямо накануне распада СССР. А затем в Инязе, как говорится, нынче казахских всех международных отношений и мировых языков. Но я думаю это все правильно и этот университет носит имя Аблахан, а Аблахан первый установил отношения с Китаем в 18 веке. Очень часто они проводят различные мероприятия, конкурсы знания китайского языка, китайской культуры, истории шелкового пути, привлекают учащуюся молодежь. Молодежь с удовольствием участвует в таких конкурсах, потому что есть перспектива получить грант бесплатный, учиться в Китае и так далее. Активную еще просветительскую деятельность проводит Китайский культурный центр национальной библиотеки. Между прочим, я вам всем советую туда ходить и смотреть литературу. Куда приходят какие китайские ведут студенты, школьники. Этот центр, как и образовательные центры республики Центральной Азии получают помощь литературой из Китая. Очень много интересных вещей. Итак, что мы видим? Что внешние и внутренние обстоятельства создают нормальные условия для развития китайведения. А рыночная экономика привела к тому, что человек может сам или родители могут спонсировать обучение в Китае. И в Китае сейчас учат не только китайский язык, но учат и другими специальностями. Не буду вам приводить цифры, если вспомнить, сколько училась китайведов раньше, вот представьте, что раньше училась китайскому языку в первый выпуск 20 человек, а сейчас более 1500 кавкстанцев. Армия все-таки, правильно? А завтра этот мэм желтаном нашли вен варки пал тавла армия. Чем больше китайведов, тем больше шансов на то, что среди них найдется может быть пора подумать о создании казахстанско-китайского университета, на подобии казахстанско-немецкого, амитарского и так далее. Некоторые предлагают открыть институт китайведения. Я вам скажу, что открытие института китайведения всегда кончались печально даже в Москве, потому что китайская сторона всегда протестовала, считала так же как с институтом убороведения поступили как бы научно-исследователь были проделаны. Сейчас мы сами живем, в дымовой завеске а там еще делались и дела. Вот тоже это нужно. Тоже это нужно. еще что-то самое интересное сказать. Про регламент хотели бы сказать. Я обрадовалась, что не пустят, мы подвали. Большое спасибо за внимание. Я в основном оптимистично настроена на то, что китайведение у нас будет хорошо развиваться, нормально, потому что например мы я например перед китайцами выступает точно так же как перед вами и говорила о том, что не нужно насильственно заставлять учить язык. Ни в коем случае. И говорю обращайтесь к своему опыту. Как вы изучали футунхуа вот этот литературный язык? Методом поощрения, чтобы их побольше чиновников и ученых изучила футунха. А то сам председатель Мао Цзутун говорил на таком диалекте, а президент Академии Новго Божо на таком диалекте, когда русский ученый Алексеев подготовил хорошее в китайском старинном стиле вежливое приветствие, тот ничего не помнит. Поэтому я вижу, что еще очень много возможностей у молодых людей найти свою сферу, свою область изучения и любить эту сферу, посвятить ей свою жизнь, быть упорным, чтобы ваше хотение было сильнее нехотение всех других сил. Спасибо. Спасибо большое, Слава Шея Султановна. Действительно, дали такой замечательный экскурс и связь времен, и мы даже увидели эволюцию, которая прошла к этой релинии. Если когда-то это была элитарная профессия, доступная буквально единицам и срок созревания остается очень долгим, сейчас мы как раз перейдем плавно к следующей тематике, то сегодня мы действительно наблюдаем взрыв интереса как китайскому языку, как к самому китайскому веянию. Множество действительно появляются в центре по Китаю и прочее. Но увы, среди них отвечают на веяние времени, но увы, пока что как правильно продел очень много однодневных не выдерживающих никакого испытания ни временем, ни результатом, ни продуктивности. Но вместе с тем мы действительно наблюдаем то, что большой интерес у молодежи, очень много образовательных программ. Каковы же эти образовательные программы? То есть о том, как идет с молодежью то, что называется какова интересы, какова сама образовательная структура. Многие то, что вообще как выглядит молодежь, которая хочет изучать китайский язык, вот как раз об этом мне как сегодня хотелось бы рассказать Татьяну Владимировну Каукьянову. Татьяну Владимировну, я обращу внимание, что достаточно известный специалист по Китаюу, автор очень многих статей. Я вот вчера писал в фейсбуке, что может кто-то обращал, что кстати говоря, русскоязычной википедии, то есть очень много ссылок, когда если вы посмотрите статьи о Фидинпене, о ряде летариях Китая, ссылки идут на статьи Татьяны Владимировны, видно, что ее статьи популярны, они достаточно интересны, и поэтому хотел бы передать Татьяна Владимировна, и послушать ваш доклад. Спасибо большое, спасибо уважаемым организаторам, хотелось бы выразить огромную признательность Кларича Султани, потому что во многом мое выступление будет продолжением тех моментов, тех ключевых как бы тенденций, которые она наметила, потому что в принципе основные мои мысли они очень сильно созвучны тому, что говорила уважаемая товарища Султановна. Китая видение в Казахстане сейчас действительно опять же первое наше созвучие действительно вызывает ассоциации с рыночной экономикой. Обратите внимание, практически во всех сферах, я говорю не только про академическую науку, я говорю и про экономику, я говорю про транспорт и так далее проекты, везде ощущается дефицит, острый дефицит китаеведения, но тем не менее и коллеги не дадут соврать, при том, что есть острый дефицит, нет очевидно выраженного спроса. В ведущих аналитических структурах Казахстана китаеведов не так много, не так ли? вообще, вообще, единицы, это раз, их должно быть конечно же больше, то есть сказать, чтобы был серьезный запрос от косорганов например, или от исследовательских структурных китаеведов, мы к сожалению не можем, дефицит есть, спроса намного меньше, это один момент, второй момент, это предложение, есть ли сейчас, скажем так, на рынке услуг, если мы остаемся в экономической терминологии, достаточно хорошее предложение специалистов, которые могут вот этот дефицит каким-то образом компенсировать и каким образом предложение может все-таки простимулировать спрос, потому что как бы сложно это ни звучало, это вопрос действительно жизненно важный для казахстанского китаеведения, стать востребованным не только в академической науке, но и коль скоро растут наши контакты с Китаем, коль скоро растет взаимозависимость в практически всех сферах, эти сферы должны получать хорошее исследование, хорошую экспертизу грамотных специалистов, каким образом это все, это предложение мы можем обеспечить. Так вот, действительно, я разделяю оптимизм Кларычу Султановну в том, что будущее у казахстанского китаеведения есть, и я могу это сказать как человек, который работает с молодежью, начиная со школы, со средних классов и заканчивая студентами казахстанских вузов. Мы преподаем язык, культуру и в принципе основания для оптимизма явились. Перед тем, как про это поговорить, я бы хотела в принципе обозначить те жизненно важные критерии, благодаря которым мы можем сказать, что на выходе получим, можем получить хорошие критерии. Во-первых, это мотивация, это та самая любовь и интерес, про которую говорила уже на Кларыче Султановна. Не обязательно любить Китай. Если мы спросим уважаемых политологов, вы любите политику? Скорее всего, они на нас посмотрят с недоумением. Не обязательно любить Китай. Обязательно быть заинтересованным. Обязательно понимать, зачем ты это из года в год делаешь. Потому что если ты к 50 годам не почувствовал вот этот вот самый интерес, то ты, скорее всего, не созреешь. Все пойдет право. Во-вторых, это исследовательские навыки. Как бы ты прекрасно не знал в Китае китайский язык, если ты не умеешь работать с информацией, не понимаешь запроса, не умеешь найти информацию, которая тебе нужна обработать, сделать выводы и так далее, и представить их так, чтобы потребитель, не важно, это читатель академического журнала или представитель бизнес-структур, это поняли и использовали, опять же, это не не хорошо для Китае обязательно должен быть навык, опыт и желание проводить исследовательскую работу. Это базовые для всех наук, скажем так, требования, но они очень важны для Китае. Третье требование китайский язык. Действительно, сейчас растет популярность китайского языка, действительно, без него сложно назвать специалистов, занимающихся Китаем, настоящим китайским. Потому что, когда мы изучаем проблемы, например, казахстанско-китайских отношений, информация, коллеги тоже подтвердят, идет 50 на 50. Невозможно только на базе русскоязычных источников дать полную картину. Если мы изучаем какую-то сферу жизни Китая, там, конечно же, идет, в зависимости от того, что мы именно изучаем, не менее 70% на китайском. Огромный пласт может быть еще на английском языке, потому что, конечно, это и англоязычная наука, это и какпонские исследования, это европейский исследование, это английский язык. И, ну, определенная доля будет на том языке, который там тоже идет в сопутствующем варианте. Четвертый критерий это знание Китая. Базовые знания, культура, экономика, история, вот то, о чем мы говорили, плюс узкоспециальные знания, потому что китай-вет это не тот, кто знает все про Китай в принципе. Действительно, должна быть потом дальнейшая специализация. Кто-то будет специализироваться на торговле, кто-то на источниковедении и так далее. Я принципиально беру вот такое широкое понимание. Ну, и, наконец, пятое, как это ни странно, это возможность выхода в работу в аналитических структурах. Если нет возможности, нету каналов, по которым молодежь будет продвигаться и так далее, и так далее, в Советском Союзе такая преемственность была. Сейчас с этим большие сложности. Так вот, если у молодого человека есть возможность каким-то образом получить возможность развиваться, как в Китае, либо в академических кругах, либо в исследовательских кругах и так далее, это хорошо. Если нет, сразу шансы ослабевает. Сейчас мы можем сказать, что в Казахстане есть три системы, которые занимаются тем, чтобы эти факторы людей вывелись. Это казахстанские государственные программы, школы, колледжи, университеты и так далее. Это китайское государство, которое здесь присутствует, в виде тех же институтов, конфликций и так далее, и китайские образовательные программы за рубежом. Ну, и частные структуры, доля невелика, но достаточно перспективна. Вот, если мы будем... Презентацию... Можно? Вот здесь. Вот, я, готовясь к сегодняшнему выступлению, провела опрос среди учеников нашего центра, чтобы посмотреть, каким образом они, в принципе, с этими критериями связаны, и какие есть перспективы у поколения, которые интересуются китайским языком, как минимум, и хочут его изучать, с тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность вырасти в Китае. В принципе, в школьных программах сейчас за Кита отвечают как бы два ключевого предмета – история и география. На исторических дисциплинах, ну, я вот, например, скажу, что Китая крайне мало. Шестой класс. В учебнике по всемирной истории Китай встречается только в одном параграфе. Монархия в Японии и Китае в Средних веках четыре страницы на без страны. И в истории Казахстана тоже чуть-чуть есть в описании Атлавской битвы, но там, скажем так, ученики, прочитав этот параграф, скорее, в плане мотивации, конечно, будут демотивированы, потому что симпатии авторов учебника явно на стороне исламской цивилизации, а не китайской стороны. Вот. Я задала ученикам вопрос, около 40 школьников ответили, чтобы примерно понимали, что выборка не слишком репрезентативна, но показательна. Хотели бы вы посещать дополнительные уроки по истории или культуре Китая? 68% хотят, и еще 16% колеблются, потому что, ну вот, если преподавать будет хорошо, тогда пойдем. Только 11% не хотят. Второй момент, есть ли у вас опыт исследовательской работы? В принципе, не по Китаю, просто делали вы какие-то проекты. Более половины делали, и еще 14% предлагали, но они отказались. В принципе, задел неплохой. Другое дело, конечно, мы все понимаем, что сейчас школа более настроена на систему, вот эту вот старую, добрую, вызубрил, сдал контрольную, забыл. Но, тем не менее, опять же, я все равно склоняюсь к оптимистическому сценарию, потому что те подростки, с которыми имею дело я, они мне очень нравятся, они любознательные, базы, конечно, практически по многим показателям нет, но перспектива пока у них еще не заглушена. Ситуация большая. Можно следующий слайд? Как вы понимаете, многие школьники сейчас изучают китайский, потому что хотят в дальнейшем получить образование в Китае. Обратите внимание, 43% хотят после школы поехать в Китай. Ну и 47%, скажите, не являетели это основание для оптимизма, изучают китайский язык просто потому, что им интересно. Мне кажется, это тоже очень здорово, потому что это уже уважаемый Ажар, я думаю, так или иначе придут ребята, да, изучать Китайский в Казахстане. И действительно, образование в Китае хотят получить довольно-таки много ребят, 50% и родители тоже к этому сценарию вспомняются, посмотрите, какая большая доля собирается в Китае. В принципе, школьники, они мотивированы, в плане мотивации оптимизм есть, в плане базовых знаний все очень плохо, в плане опыта исследовательской работы, ну, здесь вопрос, скорее, больше школьным преподавателям, но это, конечно, то, что мы должны развивать намного более сильно. Следующий пункт, это среднеспециальное образование, колледж, можно следующее ставить? Здесь, как правило, я работала со студентами языковых колледжей, 28 человек ответили на вопросы, так вот, хотя стать специалистами по Китаю в дальнейшем, посмотрите, так много больше, третьих учеников, и считаю, что в дальнейшем китайский язык не помешает в их профессиональной деятельности, еще 18%, то есть, в принципе, ориентация сфера, но вопрос, есть ли у вас в колледжах дисциплина, связанная с Китаем, хоть какие-нибудь, кроме китайского языка, обратите внимание, 60% нет, 20% еще хотят, нет, и мне это не нужно, мне это не интересно, то, что, доля другой, я вам объясню, есть в плане, но пара не проводится, например, вот такие ответы, казахстанско-китайский колледж, есть, но только на китайском языке, поэтому первые курсы не могут их посещать, да, есть, но преподаватель объясняет очень, то есть, это, как бы, то, хотя бы, с чем можно работать, в принципе, что-то там есть, но работа должна проводиться гигантская, китайская, можно следить, образование, вот посмотрите, хотят ли продолжить в Китае, действительно, большая тоже доля, опыта, исследовательской работы практически нет у тех, кто занимается в колледже, здесь все намного более печально, что касается студентов вузов, если следующий слайд посмотреть, можно следующий слайд, ага, то здесь, в принципе, как бы, оптимизма, ну, наверное, побольше, потому что люди понимают уже более конкретно, чем они хотят заниматься в дальнейшем, треть опрошенных студентов, 25 человек, их покажут, действительно, хотят состояться как специалисты, как специалисты, как и в Китае, еще 42 планируют заниматься своей специальностью, но активно использовать в этом китайский язык, что тоже очень здорово, и опыт исследовательской работы появляется, но обратите внимание на вторую диаграмму, вот оранжевый сегмент, я действительно ввела такой пункт, честно, чтобы ребята ответили, нет, мы пишем дипломные курсовые только пользуясь интернетом, и ничего другое мы не используем, и да, вот они, честно, отметивши это, то есть, с источниками мало кто работает, очень многие студенты, дипломники приходили и говорят, помогите нам с дипломом, мы не понимаем, как подойти, хорошо, а какая тема дипломов, я дорогой, студент международных отношений, экономика Китая, современная экономика Китая, и все, и все, и ты понимаешь, что ты не знаешь, я говорю, а ты можешь как-то сузить тему, давай мы ограничим, ну, например, период, или сферу, или еще, ну, я подошла к научному купюру, сказал, в списке так, делай так, положил и ешь, положил и ешь. То есть, конечно, я понимаю, что вот этот пункт сейчас, следующий докладчик, вы нам расскажете более подробно, и мне очень интересно, на самом деле, посмотреть, взгляд с другой стороны, что называется, забора, каким образом вы готовите, какое мнение у вас о дальнейших перспективах вообще этой сферы. Но если мы же опять возвращаемся к нашим критериям, то студенты колледжа, мотивация снижается у них уже довольно-таки сильно. Базовые знания практически не проявляются, язык крепнет, опыт исследовательской работы практически отсутствует, но про выход в профессию даже говорить не приходится. У студентов вузов все получше, у них более-менее четкая, не тотальная, но выраженная мотивация. Знания по Китаю, если можно в следующей статье, посмотрите, вторая диаграмма, вопрос, достаточно ли вам тех знаний о Китае, которые дают вузы? Достаточно только 11%. 11% уверены, что тех знаний, экономика, культуры и так далее им не хватает, они хотели бы получать дополнительную информацию. Другое, это то, что мне нужно не столько о самом Китае, сколько об инвестициях, экономике, праве и так далее. Ну, естественно, хотят ли продолжить образование в КНР, студенты вузов, речь идет о магистратуре. Хотят пойти дальше, учиться почти половина студентов, пройти стажировку, ну, не отказались бы еще 10. В принципе, в принципе, действительно, это не так плохо. Если потом дать возможность этим ребятам в плане уже магистратуры поработать с хорошими руководителями и научить их исследовательской работе, мы получим ту самую, как Лариса, ту массу, из которой будут появляться сильные звезды. Это очень хорошо. В принципе, сейчас вот, как бы, изучив информацию, какие можно сделать, можно следующее слово, с вами скажем. Про Китайский, как бы, сейчас Китай здесь представлен, как уже было сказано, институтами Конфуция, очень полезная работа, культурно-образовательные мероприятия проводит китайская сторона и экспертные мероприятия, в том числе, в плане экспертного группа. Но основная работа, которая проводится китайской стороной в рамках подготовки казахстанских китайцев, все мы понимаем, что это образование, собственно, в Китае. Можно следующее слово? Сейчас в Китае обучается около 18 тысяч казахстанских студентов. Действительно, цифра очень впечатляющая. Всего Китай выделил уже почти четверть миллиона грантов для обучения студентов из всех стран, примыкающих к шелковому пути. Но студенты, которые учатся в Китае, у них идут предпочтение по специальностям язык и коммерции. То есть, насколько они будут полезны академической науке Казахстана, это вопрос. Если, опять же, посмотреть на наши критерии, у них есть вполне себе четкая мотивация, есть хорошее знание Китая. Есть интересы и так далее, но большие проблемы с исследовательскими навыками. Потому что китайское образование это все-таки не настолько глубокая и не настолько критичная работа с информацией. Это раз. Во-вторых, большие проблемы с выходом после китайского диплома в наши аналитические структуры. И, наконец, как ни странно, приезжая из Китая, ребята, как бы хорошо не знали Китая специальность, им сложно стать китайведами, потому что они не всегда в должной мере хорошо владеют родным языком. Не важно, русский или казахский. Потому что китайвед, он должен уметь излагать свои мысли так, чтобы это было максимально четко, максимально понятно, интересно и так далее. Вот этот навык чаще всего получают люди в ВУЗах в рамках высшего образования. Если они этого навыка лишены, то это, опять же, снижает их шансы здесь как-то реализоваться. Еще один слайд, может? Частные программы. Пока что очень слабо в Казахстане. В настоящее время это преимущественно языковые цены. Есть ассоциации выпускников, но как-то для нас это не очень критично. Перспективы для развития хорошие. Здесь можно работать и в сфере среднего образования, среднепрофессионального и, конечно же, повторим, вот эта идея Казахстанского Китайского университета, может быть, и не целиком государственного, но если грамотно поставить работу, специалисты действительно будут востребованы. И на основании все вышесказанного, что мы можем получить в следующей слайде. Какие выводы? Вот они простые. Школьная программа базовых знаний практически не дали. Сейчас в конце я проиллюстрирую еще на одном примере. Нам необходимо хорошее среднее профессиональное образование хотя бы в плане качественной подготовки языка и, опять же, подготовки базовых знаний о Китае. В колледжах и вузах то, что я для себя выяснила, нужно вводить или увеличить количество дисциплины, посвященных истории, культуре, психологии, менталитету, экономике и так далее Китая. Дальше в зависимости от упора вуза. Обязательно нужно делать упор на магистратуру в КНР, потому что я считаю, что будущее все-таки за теми, кто получил бакалавриат здесь у нас освоил профессию, освоил исследовательские навыки и так далее, узнал интересы Казахстана, запросы дальше и потом только поехал получать еще дополненное образование в КНР. Ну и, конечно, вопрос от исследовательских структур и к вузам, и к другим организациям. И последнее, что я хотела сказать, немножечко такое забавное наблюдение. В своих анкетах я всех студентов попросила ответить на ряд вопросов. Значит, первый, назовите имена любых китайцев, которые вам известны. Абсолютно любых. Так вот, Процентр-20 не назвала ни одного имени. Не знают никаких известных китайцев. Далее, лидируют, как ни странно, можете попробовать угадать, кто он тут... джеки-чан. Джеки-чан. Джеки-чан и конкурси. Конкурси. Но джеки-чан уверенно наступает ему на пятницу. Два самых известных китайцев в Казахстане это джеки-чан и конкурси. Совершенно верно. При этом следующий идет председатель Мао. Но всего три ответа. Практически никто не знает. Больше повезло Дэнселпину второе поколение. Два ответа. Сити-пин только один. Представляете сколько студентов и только один из них знает как зовут председателя КНР. Вот вот так. Сколько человек? Из 70. Да. Совершенно верно. Есть Джек-Ма. Джек-Ма знают три человека мои. Знают Яумина и так далее. В принципе почему я с таким оптимизмом отношусь к школьникам? Потому что больше всего знаний именно у школьников и подростков. Они обучили меня кучей названий каких-то там групп современных китайских рэперов и так далее. То есть в этом плане интерес и мотивация хорошая. Хуже у учащихся в колледжах и вузовские студенты как ни странно тоже Конфуции Джеки Чан ну и откуда-то Брюшли. Спасибо. Спасибо большое Татьяна Владимировна за очень такую интересную картину и за Ваш такое интересное исследование которое провели. в маленькой генерации там опечатка у Вас была Татьяна Владимировна я просто 10 миль есть это могут неправильно понять там опечатка была 0 лих 25000 граммов дает на все страны шелкового пути на шелковой пути а нет И мнение, комментарий сделает этим образом. Тем более, что подытужу, я скажу, что действительно интересные прозвучали тезисы. В частности, мне понравился тезис о том, что я не полностью солидарен, о том, что китаевед, да, должны быть какие-то критерии китаеведа. Сейчас, потому что это прям бывает у нас, действительно, всплески интереса к Китаю. И очень много я слышал от людей, да, вот, я там китаевед. Причем, да, вопросы, а на каком основании, да, ну, я тут там порвил. Я работал там послом. А если китайским языком вы владеете, нет, есть ли у вас исследования, нет. Да, ну, я там жил, ну, я имею мнение. Это, если обувальщик я назвал мнение, мнение, но, на мой взгляд, конечно. Ну, вот этот тезис был интересен. И, конечно же, интереснее отстетиться о том, как судьбу делать, как обучаются, да, какие видят студенты, да, свои мнения. И здесь мы так вот плавно уже во время доклада Татьяны Владимировны перешли к докладу стереколивая Ажарь Ермековны. Я, кстати, тоже немножко представлю. Ажарь Ермековна – это заместитель декана в казну факультета востоковедения казну имени Альфарабит. Ажарь Ермековна, тоже уже состоявшийся, хоть и как кладший основной, говорю, только к 50-ти годам, да, есть куда, видимо, расти, но Ажарь Ермековна, на самом деле, состоявшийся специалист, очень известный. Больше того, я хотел бы заметить, что Китай, вообще, кстати говоря, очень поддерживает китайское деятельность, да, ханфюэзя по-китайски, да, или джунгутхун, да, то есть есть много программ. И, в частности, я знаю, что Ажарь Ермековна, как я, вот мы являемся сертифицированными, да, с точки зрения китайской, да, проходили программы повышения квалификации, очень интересный опыт, поэтому Ажарь, не только как именно у преподавателя, но и у исследователя, понимаешь, объемно, да, все вопросы многие, да, и видения. Поэтому стол вам, Ажарь Ермековна, пожалуйста. Большое спасибо за дистанцию за представление. Я бы хотела выразить большую благодарность, потому что, на самом деле, Казвы и Мене Афараде впервые участвуют в таком вот экспертном обсуждении в церковной искусстве, к сожалению, впервые, я бы сказала. Потому что, действительно, кафедра китай-ведения, это единственная кафедра в Казахстане, которая полностью посвящена китай-ведению. В Казуму и Мене Аблайхана есть кафедра региона АТЭ, в Яну имени Гумилёва также действует кафедра востоковедения, и там преподается, то есть, на кафедре востоковедения, вот и китайская филология, или китай в качестве вот на специальности региона видения. То есть, это, по сути, единственное отделение, которое готовит непосредственно специалистов для данной области. И многоуважаемая Клараша Султановна, она как раз-таки заложила основу формирования этой кафедры, вот как уже было сказано в её докладе, в 1989 году сначала образовалась кафедра китайской филологии в Казгу имени Кирова, бывшем, и далее. Впервые был сделан набор, было 20 студентов, которые пришли в очень жесткий отбор, на знание языков и так далее. Это, как всегда говорят руководители, нынешний наш факультет, это был лучший наш выпуск. Он был первый, несмотря на то, что он первый блин, не получился полным. Сегодня выпускники нашего факультета являются в основном дипломатическими службами, потому что к моменту их завершения обучения на нашем факультете как раз-таки появилась необходимость формирования собственных дипломатических представителей в восточных странах. И сегодня, например, Шахрад Мурышев, посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, является нашим первым выпускником. Генеральный консул в Республике Казахстан в Гонконге также является нашим выпускником. И так далее. Перечислять можно очень долго, там, в ходе до пресса, все они являются нашими выпускниками. Почему? Они, конечно, выбирают это направление в качестве одного из самых интересных, перспективных. По сути, каждый наш студент мечтает стать дипломатом. Глядя на вот такую трудовую деятельность наших выпускников. И что сказать о сегодняшнем Китай-Вене, если об его истории, эволюции уже сказала Клара Шахстана, я бы хотела сказать сегодня о том, что на кафедре Китай-Вене действует сегодня 24 преподавателя. Из них есть два доктора наук, кандидаты наук и так далее. Но половину сотрудников в кафедре составляют наши соотечественники, вернувшиеся из Китая. Они получили там степень без доктора в основном, то есть они там обучались в школе на китайском. Такие, конечно, у них блестящее знание китайского языка, как своего родного. И почему возникает такая потребность? На самом деле, потому что сегодня более 70% поступающих к нам абитурентов закончили казахские школы. Они хотят продолжить обучение на казахском языке. Соответственно, открывается, предоставляется больше грантов на казахское отделение нашей специальности, больше групп открывается и так далее. То есть до сих пор у нас потребность преподавателей, которые могут полноценно профессионально осуществлять свою деятельность на казахском языке, в том числе преподавать историю, культуру, экономику и другие достижения. По поводу формирования основного учебного плана этой специальности, он, конечно, его, хоть был очень тернист, но сегодня, казну имени Альфа-Рабибли, в начале этого года, 19-го года, получил впервые в жизни автономность от Министерства образования и Министерства. Соответственно, если раньше наш основной учебный план на более чем 60% состоял из дисциплин государственного общего обязательного стандарта, то сегодня мы занимаемся очень активно разработкой собственных учебных траекторий. Сегодня идет очень интересный процесс, мы активно работаем с работодателями, которые изъявляют, допустим, желание и свои предложения по реформированию нашего учебного плана. Сегодня формируются совместные образовательные программы с Высшей школой экономики и бизнеса, которые ведут подготовку специалистов со знанием основ макро- и микроэкономики, также у нас на кафедре. То есть сейчас идет такой период трансформации. До этого мы были очень сильно скованы государственным общим обязательным стандартом, в котором общественная дисциплина, вплоть до физики и так далее, преподавалась студентам и востоковедам. Вообще на кафедре идет обучение подготовка специалистов по специальности востоковедения, то есть регион Китай, переводческое дело, иностранная филология и регионоведение. Четыре специальности. Три ступени – бакалаврят, магистратура и докторантура. В докторантуре и самыми востребованными из этих специальностей является переводческое дело, потому что все в основном выбирают управление языком, хотят реализовать себя в качестве переводческого дела, и это во многом еще влияние ГОСО, потому что сейчас студенты приходят, смотрят на свою учебную программу, и они хотят больше часов языка, не хотят быть заняты, вот опять-таки, общеобразовательными дисциплинами. Также хотелось бы отметить, что кафедра Китай-Вене из четырех кафедр факультета востоковедения остались. Кафедра есть Дальнего Востока, то есть Китайский, Японский, Ближний Восток и Южной Азии, это Арабский мир и Южная Азия, и кафедра Тюркологии. Вот кафедра Китай-Вене является самой популярной среди студентов уже на протяжении многих лет. Я сама, когда поступила на вот кафедру Китай-Вене факультета востоковедения в 2008 году, это была очень популярная кафедра, и нас облирали по балу набранному менты, то есть у кого были высокие баллы, только они могли пройти на кафедру Китай-Вене. Очень был большой такой вот интерес к китайскому языку, и сейчас многие эксперты называют тот период именно бума в китайских войсках в Казахстане. Почему именно тот период? Потому что далее следовал период активной политики, так скажем, мягкой силы Китая, когда они стали популяризировать образование Китая, продвигать граммы обучение в Китае. И очень много информации появилось в сети интернет, появилась целая группа компаний, которые осуществляют посредническую деятельность по поступлению на обучение в Китай, непосредственно уже после школы. Подготовка сначала, курсы языковых в Китае, далее уже поступление на специальность. И это очень вызвало большой интерес для наших соотечественников. Во-вторых, это было очень выгодноэкономически, потому что на сегодняшний день обучение, например, на бакалавриате в Кату составляет более 1 миллиона тенге в год. Если сопоставить эти цифры с обучением на бакалавриате в Китае, то там получается в два раза дешевле, где-то 25 тысяч юаней в год стоит. И обучение. И, соответственно, родители стали, конечно, активно отправлять на обучение своих детей в Китай. Вот эта вот цифра, которая растет в закладе статей в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане была озвучена цифра 17 тысяч казахстанских студентов, обучающихся в Китае. Это было вот в 2017 году. И сегодня уже выпивали в год 18 тысяч. Да, более 18 тысяч. Это все связано с распространением информации Китая о непосредственном движении как дипломатических, так и культурных связей между Китаем и Казахстаном, продвижения на различных уровнях экономических связей. Так как, конечно же, выпускники нацелены на хорошее трудоустройство. В соответствии с этим набор у нас очень значительно снизился. Если вот все годы, в 2007-2008 году, было очень большой конкурс на даже платное отделение, то есть последующие годы мы делали набор кафедры от не более 30 человек. И это продолжалось вплоть до этого года, набора 2018 года. Это было связано с тем, что, во-первых, Министерство образования науки выделили в прошлом году очень много грантов. Намного больше грантов было выделено на все специальности, и в том числе Казмур получил более 6600 грантов. Это было впервые в истории университета. Просто было большой бум, потому что государство больше увидело грантов. И вторая причина, почему студенты опять решили обучаться в Казахстане, потому что очень большая волна информации о наших соотечественниках в Казахстане, об их положении, о заключении в концлагеря и так далее. И вот эта информационная волна по Казахстану прошла, и родители многие побоялись. Непосредственно нам звонили, спрашивали, знакомые можно ли отправлять в Китай, я боюсь, потому что сейчас там какая-то обстановка и так далее. Хотя это активно обсуждалось в СМИ и так далее. И соответственно многие привели свои детей обучать к нам. Поэтому у нас в этом году набор опять 100 человек, опять полные группы и так далее. То есть более чем в три раза увеличился набор. Вот две основные такие причины. Потом по программам, значит, совместным образовательным программам. Вообще, в Казахстане у меня сегодня трансформируется в исследовательский университет. Это одна стратегическая задача университета, и соответственно перед структурой, подразделением университета, перед кафедрой ставится задача больше обучения магистрантов и доктора. Постепенно Казму хочет отойти от подготовки вообще бакалавров и перейти специализироваться только на научно-педагогических кадрах. Подготовка научно-педагогических кадров. Действительно в Казму большая школа подготовки и аттестации научных кадров. Все положения, которые апробированы и разработаны в министерстве, они впервые, впервые, конечно, получают открытый Казу, потому что это такая полноценная многопросубная структура, в которой они непосредственно реализуются. Поэтому здесь большой акцент делается на это сегодня. Больше мы стараемся привлекать магистрантов и докторантов, но докторантура, если у нас даже конкурс большой, магистратура не такой большой. Почему? Потому что наши выпускники бакалавриата, вот если 29 выпускников в прошлом году у нас было, из них половина, почти половина, 14 человек уехали по гранту в Китай, в магистратуру. Естественно, они хорошо знают китайский язык, четвертому курсу получают хорошие ческие, шестой, пятый уровень, даже с учетом. И они подают на различные гранты, и там из них где-то 4-5 человек в рамках проведения нами олимпиад по специальности востоковедения республиканских и в рамках конкурса «Мост китайского языка», который спонсируется и проводится Генеральным консульством КНР в городе Алматы, они получают образовательный акт. Вот Клару Шей Султановна многоуважаемый является членом комиссии в таком конкурсе. Поэтому сегодня также у нас, как было заложено в начале образования кафедры, вот Клару Шей Султановны в 92-м году было подписано соглашение с Ланджовским университетом, которым является координатором в университете Центральной Азии. Существует программа двойного диплома по специальности иностранной геологии. Наши студенты два года обучаются здесь, далее два года получают дипломы двух университетов. Существует совместная образовательная программа с Шанхайским педагогическим университетом по программе университета ШОС. На один этапе по академической мобильности наши студенты отправляются в этот университет по специальности регионоведней исключительно. Далее существует один плюс один программа тоже на магистратуре. Это у нас финский университет иностранных университетов. То есть очень много договоров за эти годы было заключено сотрудничество. К нам постоянно приезжают делегации из Китая, постоянно выступают с предложениями и так далее. И на базе Казу имени Альфараби действует первый, открывшийся в Казахстане, институт конфуции. На сегодняшний день их пять. Открыт также в ЕНУ, в Евгелево, в Академическом университете, открытый университет и последний, шестой планируется сейчас в Павлодаре. И, значит, эти институты конфуции, конечно, почему все университеты приветствуют открытие института конфуции, потому что все сейчас университеты стремятся попасть в международные рейтинги. Международные рейтинги, Казу имени Альфараби занимает 220 место в международном рейтинге QS, это пока лидирующий показатель по Казахстану и Times Higher Education, один из вузов, который попал в этот международный рейтинг. И сотрудничество с зарубежными вузами, интенсивная коллаборация с международными учеными из этих вузов, она, конечно, способствует такой деятельности. Институт конфуция также не требует никаких затрат со стороны университета. Все затраты наоборот поднимаются китайской стороной и наоборот. Наши студенты, например, они имеют возможность получать там дополнительно курсы китайского языка с абсолютно бесплатно, поскольку это университет в центр при нашем университете. Далее хотелось бы отмечить то, что трудоустройства наших вузников, они, конечно, многие реализуют себя чаще всего в индустрии. Например, совместные предприятия Казахстана и Китайские, такие как Азиатский, Казахровод, там очень много наших вузников, которые уже, соответственно, имеют между собой связь, приглашают на стажировку и так далее. И также генеральный консульс. Вот, допустим, на примере города Мот, это говорит, если компания Huawei и так далее. Вот в таких вот компаниях в основном наши выпускники почитают трудоустраиваться, несмотря на то, что хотят вести аналитическую деятельность и так далее. Как Татьяна Владимировна отметила, к сожалению, у нас нет преемственности. Вот как мы выпускаем это и куда они могут дальше пойти для того, чтобы реализовать себя в качестве аналитиков. Хотя очень много талантливых магистрантов и так далее. Многие магистраты далее поступают в докторатуру за рубеж, и многие даже там остаются. Называют в университете, в университете, в университете и так далее. И многие другие структуры. Вот. В принципе, еще хотела бы отметить о курсах различных повышений квалификаций, которые также предоставляются китайской этой стороной. Первый курс такой прошел в 2002 году. Был открыт курс повышения квалификаций для преподавателей китайского языка в стран Сентральной Азии. И вот каждый год наши преподаватели, более половины из них, приходят такое обучение и так далее. В целом, хотелось бы больше интеграции также вот с научными организациями, экспертными сообществами между нашим университетом. Потому что, конечно, это преподаватели и большую часть времени у них отнимают преподавательскую деятельность. Часто казну обвиняют в том, что они не готовят научных кадров. Мы слышим такие обвинения вот от экспертов и так далее. Но дело в том, что здесь большую часть времени читают нагрузку преподавателей. Более шести дисциплин в семействе. У них просто нет... К сожалению, наша нагрузка такая. Более шести дисциплин всех, к сожалению, у них не остается так много времени на науку. В будущем, вот с этого года, планируется открытие позиций преподавателей-исследователей, большая часть нагрузки которого будет рассчитываться на изведение научной деятельности. Помимо этого, из-за отсутствия возможности трудоустройства в экспертных аналитических трудах, наши выпускники идут по дипломатической линии либо работают в индустрии. Но, конечно, это не говорит об отсутствии подготовки к радуга и так далее. Долгое время наука газо-старная вообще была в каком-то изобрении, никакого финансирования было. В частности, на кафедре было два гранта финансирования МОНРК, которые успешно уже завершились, и один международный грант, который вот сейчас продолжает свою деятельность. И в дальнейшем нам бы хотелось бы далее вести такой вот открытый диалог. Хотелось бы больше интеграции между экспертными сообществами казахоязычными и русскоязычными, потому что такое ощущение, что сегодня эксперты, пишущие на казахском языке, делящиеся своим мнением и информацией, живут в отдельном мире в таком стане. Эксперты, которые пишут о Китае на русском языке, они живут абсолютно в отдельном мире, хотя первые, то есть казахоязычные, они всегда цитируют и ссылаются на русскоязычных, потому что они, в свою очередь, чаще всего владеют двумя языками, и казахским, и чего нельзя сказать, но там русскоязычное общество, хотя они существуют, то есть тоже есть много статей, очень много магистрских и докторов своих диссертаций защищаются на казахском. Например, профессор Ауда Бехнужа Малабазакова подготовила восемь специалистов по китайской обедине, три кандидата и пять пейсидокторов. Из них семь.